Всем добрый вечер. Я начну с того вопроса, который я задал в Москве. Если вы не занимаетесь политикой, то продолжите фразу «Политика займется вами». Одно из самых умилительных выражений, которые я слышал в своей жизни. Потому что давайте мы с вами разберемся, что такое политика и кто такой вообще политик. Дайте мне кто-нибудь характеристику определения политика. Вот какими характеристиками, какими свойствами должен был быть политик? Что вот? Харизма. Харизма, да. Дипломатия. Дипломатия. А что такое дипломатия? Умение вести переговоры. Переговоры. Умение вести переговоры. Так, ну да. Что еще? Наглость. Наглость, да, очень важно. Наглость. Ум. Ум. Вы все не называете самого главного. Знание нормативно-правовых актов вообще не обязательно. Для этого у политика и специально обученные люди, которые умеют делать так, чтобы любые правовые акты становились абсолютно неправовыми. Но за счет грамотного пиара они становились опять правовыми, собственно, и так далее. Друзья мои, политик – это человек, на самом деле, который не боится грязных дел, грязной работы, который не боится убивать во имя чего-то, ну, не самостоятельно, естественно, чеми-то руками. Вот если как бы человек на это не готов, он не политик. Ну, извините, так мир устроен. Это не хорошо, не плохо, это как, вот понимаете, вот идет за окном дождь, а вам надо на улицу выходить. Вы же не будете говорить, вот как бы дождь, да, ну, вы просто, ну, дождь и дождь. Вот так тоже самое и с политикой. И многие этого совершенно не понимают и не воспринимают. И поэтому вот эта фраза, если ты не занимаешься политикой, ну, окей, чувак, давай, иди занимайся политикой. Потому что сегодня мы будем как раз говорить про человека, который политиком не был, а у него был шанс, на самом деле, изменить историю вообще кардинально. А вот то, с кем ему приходилось иметь дело, вот они как раз политиками были. Собственно, не мудрено, что он и проиграл, ну, и как и все его окружение. Я не знаю, как уместить, вот, в Москве я умудрился в один час уместить эту лекцию, да, потому что мы тут сходили в институт, в институт французский институт, там была лекция про средневековье, и был такой, значит, очень прекрасный французский профессор, говоривший вот так, ну, по-французски, и такой же там был перевод после него. Я сказал, лекция будет три часа идти. И она шла три часа. До конца досидели не только лишь все. Я досидел, но мне было интересно. Вот, поэтому я попробую. Значит, это наш герой. Вот если бы был бы инстаграм, мы бы залезли бы туда, то вот бы мы увидели как раз вот такую вот картинку. На самом деле, Михаил очень увлекался фотографией, как и большинство романовых. Если вы знаете, сейчас есть масса таких фотографий, где они там с разными смешными лицами и прочими. Немножко про характеристику его. Ну, вот это, понимаете, разные ипостаси. То есть, казалось бы, вот эти два человека, они разные. На самом деле, это один и тот же человек. Представьте, вот это все. Ну, я покажу потом это все. Сукно вот это, это все такое блестящее. Он на красивой лошади. Ну, в общем, это элегантный байкер. Он играл в той эпохе, собачек очень любил и кошечек, в том числе, и даже попугайчиков у него брасово жили. Ну, играл на гитаре, на флейте и даже на балалайке. Да, поэтому и очень хорошо скакал на лошади. Его команда выигрывала соревнования. Один из победителей вспоминал, что ему налили кубок победителя, как раз в полку, где Михаил служил. И тот его начал пить. И, в общем-то, просто от винных паров он упал в обморок и больше он ничего не помнил. Папа Александр Третий. У папы дети, что логично. Мама, принцесса Дагмар, датская, значит, старший, это будущий Николай II. Дальше у нас идет Георгий, к сожалению, недоживший, о чем мы сейчас будем говорить. Дальше у нас идет Михаил и Ксения Ольга. Был еще один Александр, который, к сожалению, прожил всего ничего. И здесь мы сталкиваемся с ситуацией, с которой уже мы сталкивались в истории нашего государства. Михаил Третий по счету. Вы знаете, что наследие идет по прямой линии. Если сын рождает мужских наследников, то боковая линия, как правило, уже все отходит. И, в общем-то, у Михаила шансов-то занять престол не было, по их мнению, никаких. Но у нас уже была такая ситуация. Напомните мне имя этого царя, который стал царем, не предполагаю, что... Николай I, но Александр III хотя бы был вторым, Николай I вообще был третьим. Но Александр I умер, Константин Павлович сказал, спасибо, я в Польшу, и все. И Николай I вдруг оказался императором на 30 лет, на секундочку. Да, поэтому про Михаила, в общем-то, тоже никто и не думал, ничто не предполагалось. Вот это его прекрасный уже детский инстаграм. Видите, какие они прекрасные, красивые ребятки. Детство у него было... Ну, значит, пару слов об источниках. Про детство мы можем хорошо узнать из воспоминаний Огели Александровны. Есть несколько книг. Ну, вот это воспоминания его, откуда тут дневники, аж с 15 по 18 год. И большинство исследователей, которые писали какие-то книги, они используют этот, понятно, как один из основных источников. Это вот, например, книга одного из наших авторов, Наталья Чернышева-Мельник, «Жизнь и любовь», естественно, потому что мы будем говорить с Михаила Александровича. И вот такая книга Михаила и Наталья. Розмари и Дональд Кроуфорд. Ну, на мой взгляд, вот это, кстати, лучшая книга по теме. Да, забугорные ребята, они как-то вот написали более интересный труд. Хотя это вот всего три, но их на самом деле больше. Это я показать вам. Казалось бы, царские дети. Тем не менее, как у меня в советском детстве говорили, железные игрушки, скользкий подоконник, твердые кровати, тонкие одеяла, жесткие подушки. Сейчас бы, на самом деле, сказали, что это прекрасное ортопедическое вот это все, но тогда об этом не знали. По крайней мере, с осанкой у них все было нормально. На завтрак, как обычно, каша. Хлеб с вареньем наполнен был как лакомство. То есть их не баловали абсолютно. При этом Александр III, несмотря на то, что он был такой царь-мужик, борода, кубанка, казаки чуть не сказал, сапоги, шаровары. Он очень любил всевозможные приколы. Например, один раз он облил своего сына Мишеньку из шланга. Это было в Дании. Он тут выходил. Но в итоге у него, у Александра III была такая привычка. Он когда работал в Гачинском дворце, он любил встать и передохнуть, высунувшись в окно. И Мишенька его сверху из кувшина окатывал водой. Но надо сказать, что папа на это реагировал абсолютно нормально, потому что он брал своих младшеньких, Ольгу и Мишкина, как он их называл. И он вообще с ними жег костры. Они изучали следы животных, пекли картошку. В общем, максимально счастливое детство на приватной территории. Потому что все происходило в Гачине, где, естественно, по кругу стояла охрана, и лишних людей туда не пускали. Вот он немножко подрос. Это опять-таки с роднёй, с Ксюшей и Олей. Ну и дальше мы сразу с места в карьер переходим к самой большой проблеме царских детей. Вы знаете, что жениться по любви не может ни один король. Мишенька подрос. Мишеньке надо как бы девушку выбрать в Европках. И таковая находится, значит, я иногда буду подсматривать свои там заметки. Значит, Беатрица, Бэйби Би. Ну, у них у всех были вот эти англоизированные клички. Да, Ники, дядя Низи, дядя Коко, вот это вот всё. Ну, посмотрите, какая красавица. Она дочь, на самом деле, Альфреда, герцога Эльденбургского. Это Англия, как вы можете понять. И сестры Александра Третьего, единственной дочери Александра Второго. И получается, что она ему... Да. По правилам протестантской церкви, it's ok, как там говорят. По правилам РПЦ нельзя. И у них на самом деле, ну, взрулилась любовь. Он её называл по-русски Сима, даже написал ей песню «Я люблю тебя, Сима». Или это не он написал, не ей, да? Ну, это специально для ютубчиков и для вообще того, как можно в таком ключе лекции проводить. В общем, к сожалению, вот этот фактор того, что они двоюродные, не сросся. А так, представьте, какая идеальная была бы пара, да? Какие у них детки были бы прекрасные. И тогда случилось то, что случилось. Значит, его сестра Ольга Александровна сама замутила, ну, там, вкратце, она вышла за герцога Гальденбургского, который оказался не той немножко ориентации. И, в общем, у меня есть отдельный выпуск, где я хожу во дворец великой княгини Ольги Александровны, это подробно описываю. И она встретила прекрасного военного Куликовского, и они начали с ним встречаться. И вот она, мы потом увидим фотографии эти, и она вот для того, чтобы как-то, ну, вот они ездят вдвоем и берут Михаила, ну, чтобы ему было не скучно, она берет Фрейлину. А Фрейлина – это всегда очень опасная история. Вот конкретная Фрейлина Александра Косяковская, которую он называл Дина. И написал, соответственно, песню «Я люблю тебя, Дина». Но мне надо вам повторять то, что он должен найти себе девушку из так называемого владетельного дома. А у них все серьезно. У них прямо настолько все серьезно. У него есть владение Брасова, вообще, как он жил, мы еще пару слов скажем. И он там даже нашел священника, хотел с ней пожениться. Но этого не случилось. Тогда он поехал в Италию, вызвал ее в Италию. И, вообще-то целая операция. Она едет на поезде в Одессу. Там она сходит с поезда. Ее тут же за милые ручки принимают охранные отделения и отправляют обратно в Петербург, чтобы, не дай бог, они не поженились. И в итоге эта несчастная Александра Косяковская так ни за кого замуж не вышла, умерла в полной нищете в Берлине в 20-х годах. И после нее осталась фотография, где было написано, что несчастная экс-невеста великого князя Михаила Александровича. Ну, тут, как бы, я думаю, что девушки, если бы за вами ухлестывал брат царя, да еще вот такой. Ну, какие вопросы? Даже если вы его не любите, ну, всяко вы будете понимать, что это прекрасная партия. И третий был вариант, уже теперь принцесса Бетси. Это еще одна дочь, в данном случае, Артура Герцога Канаутского, тоже это все мы про Англию говорим. Но здесь уже речь идет про то, что они были не двоюродные, троюродные, а просто Михаил не предполагал на ней жениться, и пустили утку в английские СМИ, она разлетелась, и в итоге пришлось давать опровержение. Бедная девушка чуть тоже, нет, не расплакалась. Ну и что? В декабре 1907 года Михаил, он служил в Гайчине в полку синих кирасиров, он заходит в Манеж и встречает там вот эту женщину. Она у нас изначально Наталья Шереметьевского, дочь московского присяжного поверенного, короче, юриста. Затем она выходит замуж за Сергея Мамонтова, певца, родственника вот того самого Мамонтова, который, Абрамсова, частная опера, вот это все. Но, несмотря на то, что он артист, ей все, что тут не хватает. И тогда она с ним разводится и выходит замуж за как раз вот одного из кирасиров по фамилии Вульферт. И, во-первых, надо пару слов сказать, как вообще происходила процедура женитьбы обычно. Собирался совет полковых жен, и они решали, имеет право этот офицер взять себе эту женщину или нет. В данном случае я не знаю, как так получилось, что разведенка вдруг попала в круг этих дам. Да еще и, в общем, не того происхождения, не очень благородного. Тем не менее. И вот она, соответственно, замужем за прямым подчиненным великого князя Михаила Александровича. Синий, ну вот посмотрите на этот взгляд, мне кажется, он все скажет за вас. Но при этом очень многие пишут, кто ее встречал, что, конечно, ради нее можно было бросить все, жену детей вообще и так далее. То есть, судя по всему, у нее была какая-то сумасшедшая сексуальность, да, а-ля там харизма, назовем это так. Ну, типа там Лили Брик или вот эти все женщины и так далее. Ну, плюс вот эти все туалеты и прочее. Вот эти синие кирасиры, которые базировались в Гатчине. Значит, вот это все, это все покупается вами лично, начиная с лошади, заканчивая шпорами. И это все стоит адски дорого. То есть, это Мерседесы, Брабусы, Геленвагены, это, не знаю, Бриони и так далее. Значит, какое было содержание у Михаила? Ему в год полагалось 280 тысяч рублей. 280 тысяч рублей на конец 90-х это полтора миллиона фунтов стерлингов. Около того. Даже не долларов, а фунтов стерлингов. Помимо этого, у него был самый большой сахарный завод на Украине. У него было вот это самое имение Брасово, довольно доходное. И он мог жить в скромных апартаментах, в которых уже на тот момент не жил никто, кроме него, потому что оттуда все разъехались. У него реально во всем, вот здесь было три комнатки. В принципе, если вы туда поедете, посмотрите на комнаты Александра Третьего, вы поймете, что в принципе это, ну такие апартаменты нам очень близкие. Александр Третье любил, он как и Петр Первый, он не любил высокие потолки, ему нравилось вот такое вот компактное. Ну, как-то можно, да, тут разместиться, в принципе. У него была персональная яхта, зорница, на которой служило там 100 или 120, я не помню, матросов, 10 офицеров, и даже был свой личный священник для того, чтобы... Он на ней мог плавать в любой момент, это все было в его распоряжении. Ну и вот как раз фотография, но это сейчас плохое качество, я получше покажу. Значит, вот это непосредственно Вульферд, Шереметьевская и прочее, это Михаил, а это как раз Ольга Александровна с Куликовским. Вот они на прогулке на автомобиле. Автомобиль в то время, я еще раз напоминаю, сейчас вертолет. То есть их очень мало, они очень дорогие, это абсолютно новая такая тенденция. Вот это мне очень нравится фотография, вот как раз Наташа, это он, это Куликовский, это Ольга Александровна. Снимает, судя по всему, Вульферд, то есть он не может, естественно, приглашать ее отдельно на замужнюю даму, он их зовет вдвоем, и вот они вдвоем с ним ездят, и вот они вот так втроем начинают периодически встречаться, при том, что у Натальи уже есть дочь предыдущего брака, ее зовут Наташа, тоже тата, которая говорила, что когда он первый раз его увидел, он ей показался каким-то героем, Георгием Победоносцем. Настолько вот такое впечатление он производил. И начинает у них переписка, он ее просит прислать там какую-нибудь фотографию, только, пожалуйста, другую шляпу наденьте и прочее. Ну и не надо говорить, что это все происходит на виду у всех, и потихонечку все начинают понимать, чем это ведет. И вот Михаил едет в Копенгаген, все думают, что он едет туда к Дине, то есть еще думают, что у него продолжается этот роман. На самом деле он едет туда, чтобы как раз встретиться там с этой вот Натальей. И вот это 1908 год, мальчику 30 лет. Его старший брат пишет матери своей, я боюсь, что она в данный момент там, это Дина. Ты не можешь ли ты попросить тетю Алекс, это сестра нашей императрицы, королева Англии, тоже издание, не отпускать его надолго из дома. Мальчику, еще раз, 30 лет. А как он должен управлять государством в случае чего? Если он даже вот в свою личную жизнь, вот ты можешь, вот он едет к тете, и тетя должна его пасти, чтобы он далеко не отходил. Не дай бог, он там и, ну, вот. В общем, это все, вот это как раз королева, которую он писал. Это портрет Репинский Михаила для вот картины вот этой, которую все знаете прекрасно. Найди квест, найди Мишу. Но Мишу, надеюсь, найти не очень сложно, потому что сидит слева от своего старшего брата. Интересно, эта картина интересна тем, что здесь, ну, вот, например, Вячеслав Константинович Плеве, его на момент написания уже не было в живых. Его убили, более того, убили его предшественника Сипягина, который здесь тоже присутствует где-то, он тут бородой. В общем, тут где-то я насчитал в свое время, вот этот Игнатьев был убит в Твери, на Плеве покушались, на Победоносцева покушались. Здесь, в общем, такая очень эпичная картина, где, да-да-да, то есть вся ситуация, а, вот Сипягин, вот Сипягина, его там и убили в этом Римском дворце. Степан Балмашов, да, в 1602 году, то есть прекрасная. Михаил очень любит собачек, вот у нее, например, собака Журш, она уезжает со своим мужем Вульфертом в Москву, оставляет ему, и он пишет, что да, это Журш, ну, короче, обоссал там в Гатчине какие-то диваны, но потом довольный пришел к нему и лег в ноги. Это вот как раз та-то дочь, а это, это уже, ну, мы чуть-чуть забегаем вперед, это их будущий сын Георгий. Они его назвали так, в честь как раз умершего брата, потому что случается вот эта история, умирает его брат Георгий от туберкулеза, и у Николая Второго с Александрой Федоровной четыре дочки, она как с пулеметом их, да, да, да. И вот, и когда рождается наследник, выясняется, что он больной, об этом не разглашается, собственно, отсюда непонятно, что этот все эти, начиная с Филиппа, заканчивая Распутинами, почему они вокруг них, значит, ошиваются. И Михаил становится следующим. Да, да, он становится next in line, и это накладывает определенный отпечаток. То есть это вдвойне он не может, соответственно, обеспечить себе никакую семейную жизнь по собственному вкусу. Был прекрасный эпизод, вот Наташа Тата, маленькая девочка, гуляла по дворцу, видела стульчик, присела на него, стала болтать ножками, идут родители, значит, в ауте, потому что она села на царский трон, да, ну, мать его заругала, а Михаил засмеялся, сказал, ну, что, ну, бывает, ну, посидела девочка на троне, да, особенно зная потом, какая судьба ее ждет. Ну, и все это привело к тому, что, в общем, все, Вульферд все понимает, и он сначала, и он начинает шантажировать Наташу, что, во-первых, он застрелится, потом, когда он понимает, что, ну, он не может ничего достигнуть, он выдвигает там несколько условий, что либо Михаил, либо он разводится, но Михаил на ней женится, либо он разводится, Михаил от нее отстает, но если он разводится, Михаил живет с ней просто так, он этого не позволит. А все понимают, что Михаил не может на ней жениться, ну, никак, ему никто это не разрешит и прочее. И вот как раз Ксения Александровна, его сестра, написала тогда, что вот лучше бы нам, Романовым, родиться без сердца, потому что, ну, вот они не могут, как бы, найти себе пассию по любви. В итоге царь Николай II высылает Михаила в Орел, в его имение, а Наталье такие дают, ну, я напоминаю, что у женщин в то время было прекрасное состояние, у них не было паспортов, вы вписаны либо в паспорт мужа, либо в паспорт отца. И паспорт мужа, он прекращает свое действие в том случае, если муж вам дает так называемый отдельный вид на жительство. Ну, это должно каким-то образом произойти, да. Муж может вообще предъявить на вас права, то есть вот вы уехали от него, он приходит в любую, там, судебную инстанцию, говорит, у меня сбежала жена, приведите мне ее. И по закону обязаны ее доставить обратно, там, в разной степени упаковки, и сказать. Поэтому, ну, понятно, что с братом царя ситуация может полегче, но я просто, чтобы вы понимали, как это все происходило. И в итоге в Дании, в Копенгагене, в Антеле Англитера, они встретились с Наташей, и там у них случилось это. Михаил очень переживал, каким любовником он ей покажется. Я думаю, что тебе вообще было плевать, какой он любовник на первом этапе. Ну, то есть, как бы, когда ты встречаешься с красивым статным наследником престола, можно на какие-то вещи, да. Но, судя по дальнейшим и их счастливой жизни, у них везде все было прекрасно. Он ее не разочаровал в этом отношении. И Вульферта сначала отфутболили, дав ему отступных 5 тысяч рублей, а потом назначил 3 тысячи рублей в год. Но все те, кто стоял в полку, они поняли, что это позор для полка, и они в очень сложной ситуации. То есть, с одной стороны, как бы, вроде как у них прямой шеф и брат царя, а с другой стороны, вот. И они решили все это на Наташу сгрузить. То есть, ей объявили полный бойкот. То есть, просто вообще, как будто ее нет. То есть, представляете, вот женщина, вот она живет вот в этих условиях, и с ней вообще там никто, не то чтобы не здоровается, а могут, например, там вот в театре какой-то пьяный офицер может зайти к ней в лужу и начать ее оскорблять, да, допустим. Или, чтобы вы понимали, до какой степени одеятия доходила, то есть, когда одна из дам в разговоре упомянула ее имя, ее мужа заставили выйти из полка. То есть, вот. Вот таких, да. Да, но для нас это все, учитывая то, в каком мы сейчас медиапространстве живем, это очень странно, где там кости не перемывают только, вот. Но вот были такие ситуации. Ну и в итоге они съезжаются, Михаил с Натальей. Станавливаются они, допустим, вот в этой гостинице. Ну, москвичам это было интересно. Это гостиница Националь, она до сих пор жива. Только единственное, что Тверская улица, она, мягко говоря, поширше. Вот этой часовни Александра Невнецкого сейчас нет. Видите, отель Националь. Наискосок от нее стоит сейчас гостиница Москва, и вот как раз на этикетке столичной это Москва имеется. То есть, по легенде, эта картинка родилась в этом отеле. Мы его еще коснемся. Эта фотография уже в будущее. Мы заглядываем, но поскольку про Москву зашла речь, это вообще 1916 год. Но вот обратите внимание, как она одета. Вот это автомобиль Паккарт. И это снято в Романовом переулке, где я недавно просто водил экскурсию. Вот этот вот дом доходный, потом стал пятым Домом Советов. И здесь, на этом доме, весят две мемориальные доски для нас, ленинградцев, очень значимых. Это вот Алексей Кузнецов, про который я рассказывал на прошлой экскурсии. Человек, который вытащил вместе с своей командой Ленинград блокаду, и потом вместе с этой же командой он был расстрелян в 1650 году. Он, Капустин, Родионов, Попков, вот они все. И сейчас там, слава богу, висят мемориальные доски. Вот этот вот фасад, он очень узнается. А это еще пока ничего не предвещает даже для Натальи. Ну и он находит свою женщину, и он ей клянется, что я, в отличие от всех своих родственников, вот видите, не буду кутилы вести, буду вести разгульную жизнь, как многие из них. Я знаю только одну женщину. И это действительно правда. Он нашел свою женщину, и он собирается посвятить ей жизнь. Но он живет, значит, в этом Орле, в окрестностях, может приезжать в Москву только на время. Ей позволено жить только в Москве. Это была тоже такая интересная история. То есть вам дается разрешение жить только в определенном месте. Более того, Наташа выясняет, что Михаил Александрович, он вообще, по части денег, он в космосе. То есть он снял ей сначала дом, всего лишь из восьми комнат, нанял прислугу, купил автомобиль, понятия не имея, сколько этой прислуги вообще платить. И она ему говорит, ты не привык обращаться с деньгами и не знаешь, сколько стоит жизнь. И она ему сообщала, сколько, допустим, она тратила, специально, подотчетно. То есть, допустим, она купила шубу за 800 рублей, шляпку за 160. Шляпка за 160 рублей. Рабочий, квалифицированный, получает в месяц 35-50 рублей. И на эту зарплату чернорабочий на Путиловском заводе может получать рублей 18. Вот у нее шляпка за 160. Вот, поэтому, тем не менее, она живет в непонятно в каком состоянии. Она ему не жена, она ему любовница, она не может свободно передвигаться. У нее есть дочь от предыдущего брака, и вот она ему пишет, что нет семьи, есть вечное одиночество, которому не видно конца, в душе все убито. Ну, в общем, сейчас бы это вот я пошла психологу, да, то есть вот у меня очередная сессия и так далее. Более того, они поехали один раз в путешествие на автомобиле из Петербурга в Москву. Там попали в автокатастрофу, потому что лошадь ехала навстречу, испугалась машина, лошадь рванула, мальчик выскочил из телеги, разбил себе голову, но живой остался, приехала полиция, стали составлять протоколы, братца, отпустили. Ну и Валда, и, судя по всему, они остановились, и вот там она забеременела, вот этим его будущим Георгием. Это уже вообще не очень хорошо, потому что если ребенок рождается, он становится Вульфертом, пока что. Чего никому не хочется и не надо. И тогда царь Николай II начинает метать гром и молнии. Он посылает в Москву всевозможные указания, не давать им встречаться, если Михаил приедет. И начальник военного гарнизона, и губернатор, он отвечает, ну в смысле, вот приезжает брат царя, я что, его должен на галупахту посадить, или что, как мне быть, да? Естественно, это все закрывает глаза, они все равно встречаются с этой Натальей. В итоге включили там рычаги и прочее, через консистурию им дали развод. Ей дали развод. Но дальше задача заключается в чем? Не дать им пожениться, естественно, ни в коем случае. Они начинают жить вместе просто как вот люди. И вот как раз в одном из имений у Динка там Тата вспоминала, что Михаил выходил на веранду, играл на флейте, и рядом вот дворняга ложилась и долго терпела, потом начинала его подвывать, и его, значит, после этого с треском изгоняли обратно домой. Ну и счастливое было время, там Тата ходила по грибы, мама очень хорошо разбиралась в грибах, у них там были как раз беременные кошки, попугаи, там, живность и все такое прочее. Вульферда в итоге удалось отвадить за 200 тысяч рублей. Я думаю, чел после этого просто... И у него все было хорошо. Он нашел себе жену и простую, родил детей, и, в общем... Единственное, я не знаю, что там после 17-го года было, но до 17-го года он себе... Потому что он не брат царя, а для него 200 тысяч рублей, то есть, ну, грубо говоря, 200 миллионов рублей в наше время. Я думаю, что если бы вам дали бы 200 миллионов, вы бы и не растратили в течение первых трех месяцев, ну, как минимум, да, наверное, я надеюсь, да. Вот это имение Брасова, допустим, где, которое приносило ему прекрасный доход. Там, помимо своего имения, были всевозможные угодья, там были заводы, и надо сказать, что Михаил преуспел в налаживании этого процесса, и вот по имению этого Брасова ей потом и дали фамилию Брасова. Это была распространенная такая история. После того, как ссылка... Его отправили в Орел на два года, и вот когда она закончилась, он приехал, это уже вам будет интересно. Короче, здесь находится дом офицеров, от Литейный проспект, тут Кирочная, и через дом стоит вот этот вот дом. Я когда вожу экскурсию там, по проходным дворам обычно, да, я обычно указываю вот на эти вот люкарные, потому что там вот такие птички замечательные. Это был свежайший дом, модерновый, и они там ютились в квартире из 28 комнат. Как-то выживали. Я просто опять-таки к тому, какие вообще тогда... Ну вот, то есть, строить дом, это предполагает. То есть, какая же была система? То есть, была сквозная анфилада, и потом вы уже самостоятельно могли их дробить на несколько квартир. А могли, допустим, их объединять и делать одну квартиру на весь этаж. Я был, когда в Вене, я специально нашел это место. В общем, они уехали в Европу, сначала порознь, а потом там объединились. И, естественно, посылается туда специальным наручным человек для того, чтобы препятствовать их женитьбе. Вот этот человек, его зовут Александр Герасимов, это начальник охранного отделения, который тогда уже... Это человек, который предупредил вообще первую революцию у нас в Петербурге. У нас не случилось красной пресни, во многом благодаря ему. Но, к сожалению, он был ставленник Растолыпина, и когда звезда Столыпина, что Кисонька, да, пришла, да, Кисонька здесь живет, стала закатываться, ему стали давать такие поручения, типа не дать жениться Михаилу Александровичу. На что он логично даже сделал. Если сам царь не может на это повлиять, то как я это сделаю? Что, вот я ворвусь в церковь и скажу нет? И они поступили очень хитро. Дело в том, что любой священник Российской империи понимал, что он, конечно, очень сильно рискует, если он обвенчает тайны царя. И они нашли сербскую церковь в Вене. Вот я когда был в Вене, я ее как раз нашел. Она выглядит вот так вот вообще, ну, как дом обыкновенно жилой. Сербия тогда была в составе Австро-Венгрии. И поэтому этому священнику, он хоть и был и православный, да, ему было плевать. Он их с удовольствием ввенчал, и вуаля, они муж и жена. И, естественно, на Николая II, ну, Николая II в принципе окружают все родственники, которые все переженились на тех, на ком нельзя жениться, по его мнению. Хотя с нашей точки зрения подумаешь, да. И, несмотря на то, что это его младший брат, несмотря на то, что наследник, все. Его из полка над его всеми имениями учреждает опеку, которую учреждает в тот случай, если признаются невменяемым их владельцем или там, значит, неспособным к деятельности. И все, и Михаил уезжает в Европу, и ему выплачивают всего лишь какие-то жалкие в месяц 20 тысяч рублей. То есть, ну, почти 20 миллионов. Еле-еле можно прожить на эти деньги, и они в какой-то момент это почувствовали. Но зато вот, наконец, они вздохнули свободно. Это они в Париже, допустим, да. Он живет прекрасной жизнью гражданской. Вот замечательная фотография. Это у него до этого был Марвинов, личный секретарь. Он его выгнал, потому что у него с Наташей не сложилось. То есть, он взял себе очень важную в будущем личность Джонсон. Его личный секретарь. При том, что этот Джонсон, Михаил говорил по-английски лучше, чем этот Джонсон. Он свободно общался на английском и французском. Ну, вообще, напоминаю, что конец 19 века, и 20-е это от гламания полы. Это Наташа, а это балерина Тамара Корсавина. Это они в Ницце. Обратите внимание на шляпы. Вот эти перья. И перья страусы склоненные, как у блока в незнакомке. Ну, понятно, почему они, блин, там 160 тысяч. Вообще, как они одеты. Да, как мужчины одеты. Как какой-то там соболь-писец. Видите, на плече ли. То есть, он как бы для тепла не нужен. Это чисто декоративная деталь. И так далее. У них все хорошо. Даже Наташа, видите, с тросточкой. Михаил очень боялся облысеть. И он... Ну, у него начала, да, действительно, плешина образовываться. Он же не знал, что просто наступит время. Ты просто на лысо бреешься. И ты Брюс Уиллис. И как бы самый брутальный чел на белом свете. Вот. И он использовал любые вообще средства. Он говорил, что любые деньги тем, кто избавит меня от этой напасти. И одна из новых гувернанток, она сказала, что она владеет волшебным средством массажа головы. В итоге это привело к тому, что Михаил растерял последние остатки волос на башке, на своей. Ну, и вообще он был большой озорник. То есть он любил, допустим, подкладывать гостям какие-то щетки в мокрые губки, в койке, в кровати. Он такой кинематографический эффект пошел, да? Представляете, здесь вот вас ночью оставить, запереть. Сколько эмоций у вас будет. Он любил зашивать карманы в пижамах и в брюках. Он заводил будильники, чтобы они звонили в 3 часа ночи. Один раз одна из их служанок, она переболела тифом. И если вы, кстати, видели фотографии великих нежон от дочерей Николая II в 18-м году. Они лысые, ну, короткострижные, потому что их остригли, потому что они переболели тифом. И она ходила в парике. И приехал к нему Шаляпин в гости. И вот они разговаривают. Сидит эта, значит, мадам в углу. И Шаляпин на какой-то момент ворачивает. И Михаил с нее парик просто снимает. Шаляпин оборачивается. У него, значит, это шок небольшой. Ну, то есть он такой веселый парень. Естественно, прогулки, конечно же, на автомобилях. Вот, видите. Ну, так говорю, не было инстаграма. Сейчас бы это все там фиксировалось. Вот Мишенька забрался. Silver Ghost Rolls-Royce был куплен Михаилом. Это специальная марка, которая сделала вообще прорыв после Форда. Она 40-50 лошадиных сил. 40 это, соответственно, по налоговой стоимости, 50 по факту. Она была максимально бесшумная машина. И вот в таком вот кузове Михаил купил ее в качестве, соответственно, средства передвижения. И был одним из прекрасных владельцев. Ну, это же красота неземная. При том, что уже и по характеристикам она уже, это же не совсем как бы прям первобытное ведро. Да, не автоматическая коробка передач. Да, нет гидросилителя руля, но я думаю, что для того времени это просто... Вот, опять-таки, это он уже с вами в мире, о котором мы поговорим. Борзая русская, на секундочку. И вот на заднем плане опять его Джонсон, этот секретарь. И он после всего этого покупает себе Ньюборд Хаус. В Англии это имение живо до сих пор. И вот, видите, это его ребенок, Георгий, сын, на фоне этого замечательного строения. Ну, тоже, грубо говоря, мальчику купили мотоцикл. Да, в наше бы время это было так. Это его счастливая супруга с этим же сыном. Несмотря на такую прическу и такую одежду, это мальчик. Ну, всех детей, мужского пола, так далее. И этот прекрасный замок мелькает во многих фильмах. Это Бэтмен, это с Джеком Николсоном в роли Джокера. Вообще потрясающе. Там есть чудесный эпизод, где Джек Николсон одевает очки и говорит, ну, ты же не ударишь человека в очках. И после чего получает в рылице. Ничего не напоминает Гарри Поттерку. Да, это все снималось там. Вот, вуаля. Ну и прекрасный фильм «Король говорит». Настоятельно рекомендую. Если еще посмотрите в оригинале, вообще огнище. То есть, общая фотография, где мы можем видеть как раз тату. Вот она стоит. Это дочь Наташи Брасовой. Наталья, вот она вот здесь вот находится. Ну и, в общем, все это продолжается. Понятно, до какого момента. Пока не начинается Первая мировая война, в которой все думали, сейчас 2-3 недели и все нормально. Они уезжают из Англии и полную уверенность, что весной они оттуда вернутся. У них все там остается. Ну, Михаил, он не только военнообязанный, он дал присягу. Он брат царя, естественно, всех великих князей, Пальных и Павла Александровича. Их всем разрешили вернуться и начать отступить в армию. Михаил возвращается, и он возглавляет дикую дивизию. Да, кстати, вот это очень распространенная история. Во-первых, Михаилу от его дяди Алексея Александровича, князя Сусимского, достается вот этот дом музыки нынешней на Амойке. Там он устраивает лазарет. Они в Гачинском своем доме устраивают лазарет. Он в Гачине купил дом, потом хотел еще один купить и купил. Потом хотел еще один арендовать на Николаевской улице. Это вот Наталья Брасова среди раненых в лазарете, который она, собственно, ручно и устроила. Вот Михаил, видите, в Папахе, в Кубанке. До этого мы сейчас дойдем. Ему дают дикую дивизию. Короче, это все наши чуть-чуть приездные батальон Ахмат. Только это все с шашками на голо. И они его называют Джигит Миша. Они его дико уважают. Он с ними очень быстро находит общий язык. Он умело как бы... Ну, то есть они, с одной стороны, трудноуправляемые, понятно. С другой стороны, в бою нет бесстрашнее и надежнее воинов, чем они. А его они просто на руках носят. Потому что он с ними, он брат царя, с нами брат царя. Все, это прям свой человек. Но война идет не по плану. И начинаются, к сожалению, поползновения, ненужные никому. К тому же Наташа знакомится с Дмитрием Павловичем, великим князем, будущим участником убийства Распутина, любовником Коко Шанель. У меня есть отдельная лекция ему посвященная. И он в той самой гостинице Националь признается ее любви. Ну, то есть представляете, какая женщина, что вот великие князья штабелями перед ней падают. При том, что она старше его. При том, что она уже три раза замужем. За его, в данном случае, не братом, но ближайшим родственником. У нее двое детей, но нет. То есть, опять-таки, представляете, что исходило от нее. Дмитрий Павлович сам, конечно, тоже человек. И она пишет один раз, она с ним, но это он уже в Персии, это он в форме английского офицера с черной собачкой, что вот он нежный ландыш, и Михаил прозвал его ландышем. После этого я специально поместил изображение. Ему это, конечно, не доставляет удовольствия, но когда он приезжает в отпуск и приходит в свой гачинский дом, он приглашает, на самом деле, Дмитрия, а тот отказывается. Он побаивается, как бы там не произошло какого-нибудь конфуза. Александра Федоровна, ну вот я вообще хочу сделать отдельную лекцию, где просто вот последний вот этот год этой пары осветить. Она, естественно, в полном шоке от того, как ведут себя братья, дяди, его любимого мужа. Они все женятся не на тех. И вот она все время уверена, что вот эта ужасная, подлая женщина, значит, Михаила совратит не на тот нужный путь. И вообще надо все равно максимально приложить усилия, они уже женаты, у них уже ребенок. Нет, все равно надо максимально приложить усилия для того, чтобы он поменьше с ней общался. И вот если он приезжает в ставку, то пусть, пожалуйста, Никит, его побольше с собой, значит, бери, потому что там его место, не рядом с этой ужасной женщиной. А эта ужасная женщина уже живет в Петрограде, и она, как вы понимаете, питает к ней такие же чувства, ответные, логично. И она начинает сходиться с левыми думцами, Государственная Дума, левыми не в смысле с революционерами никаким образом, но вот теми, кто вроде как исповедует либеральные какие-то ценности, но вот готов на какие-то кардинальные меры. А они, в свою очередь, начинают через нее прощупывать Михаила, потому что возникает сразу три заговора, согласно которым нужно ее в монастырь, этого строна, а Михаила назначить регентом при малолетнем наследнике. Идеальная схема, которая на тот момент устраивает, если не всех, то многих. И вот даже здесь, посмотрите, вот сидит Михаил, посмотрите, это один и тот же знаменитый костюмированный бал. Это все, кстати, натуральные материалы, это никакая там, ни цветное стекло, это все парча и прочее, все натуральное. Посмотрите, какой у него взгляд, и посмотрите на вот них. То есть, к сожалению, Александра Федоровна, конечно, не обладала вот тем свойством нравиться людям, она не понимала, как коммуницировать, особенно с теми, кто ей не по душе. Но об этом надо говорить отдельно. Вот, видите, рада награде Михаила, Михаил получает Георгиевский крест. А Георгиевский крест присуждает специальный, ну как мы сейчас сказали, комитет, тогда называлась Георгиевская дума. И это только если ты отличился в бою. Причем Наташа, она заказала Георгиевский крест у Фаберже, и потом очень негодовала, что Михаил его не носит на линии фронта. И он ей пытался объяснить, что это прекрасная цель для снайпера, поэтому я лучше этот твой блестящий орден на груди носить не буду. Рада награде Михаила, но если бы можно было устранить от него ее, ее деспотическое влияние так вредно для него. Ну, вот что как бы в голове у несчастной Александры Федоровны. Вот это, ну, я не хотел рассказать, но расскажу буквально вкратце. Обратите внимание, Буассон и Эгле, Невский 24, ателье, этого нету в моем путеводителе, к сожалению, потому что все не вместишь. Наталья снимается специально для этого фото-ателье, и так нравится фотография, что они помещают эту фотографию в витрину. Александра Федоровна распоряжается снять, и это делают специально даже не ночью, чтобы никто не видел, а днем, чтобы все видели. И в общем, ну, Наталья, она просто рвет и мечет. Если бы был тогда Инстаграм, запрещенный в России, Ютуб, ВК, там все что угодно, Телеграм, я представляю, что бы там творилось бы. То есть вот это все переведите в комментарии. Но этого не было. Поэтому, тем более, ну, всегда нужно держать лицо, да, то есть вот это вот лицемерие аристократическое, никуда от него не денешься. Но история, конечно, потрясающая. Да, и это вот, пожалуйста, чтобы вы понимали уровень этого фото-ателье, это вдовствище, ну, тогда еще не вдовствище, а потом стала вдовствище императрица Мария Федоровна, то есть мать всех этих наших замечательных героев. Вот одна из последних до 17-го года фотографий. Михаил, нотария. Ну и попробую как-то... Эта тема на отдельный цикл лекций, не то, чтобы на лекцию, но я попробую уложиться в 15-20 минут. Вообще, чтобы вы понимали, где там... Это Таврический дворец, да, где у нас заседало по-то временное правительство и совет солдатских рабочих депутатов, и в данном случае мы уже говорим про отречение Николая II. Значит, было несколько загоров, причем один из них был среди Романовых, велик княж Андрей Владимирович, в его дворце это происходило в 16-м году, они собирались там, Владимировичи, затем Сандро там был, еще несколько велик князей, они вот как раз тоже думали о том же самом. И думцы начинают думать о том же самом, потому что они понимают, что страна катится в тартарары, и начинают подкатывать себя к Михаилу. И Михаил несколько раз встречался с братом своим, он говорил, Ники, надо что-то делать, ты должен устранить свою супругу от влияния на тебя, ты должен устранить, потому что все уверены, что страной управляет она, а она немка, но он не знал слова пиар, но он понимал, что это как бы не очень хорошо. Но Николай не слушал никого на тот момент, даже своего родного брата. Что уж говорить про все остальное. И я вам сейчас... Подождите, а где у меня... Сейчас... А, ну да. Ну тут немножко перескакиваю с одного на другое. Это Миллионная улица, это у нас Мраморный дворец. Нас интересует этот дом, номер 12, который до сих пор жив. Там была квартира княгини Путятины. Вот он сейчас так выглядит. Это то, где случились ключевые события, связанные с отречением якобы уже Михаила Александровича от престола. В этом доме, в квартире он провел несколько дней. В те самые... В тот самый момент, когда Николай Второй был нигде. Вот несколько фотографий. Я сейчас... Мы сфокусируемся, чтобы вы понимали, как история вымывает вообще из себя фамилии тех, кто когда-то играл наиключевейшую роль. Нас интересует два, на самом деле, гражданских, в данном случае, лица. Это Шульгин и Гучков. Вот сейчас выйди на улицу и спроси, кто такие Шульгин и Гучков? Мало вообще кто ответит. Вообще, кто слышал? Ну, Гучков еще может, Шульгин-то вообще мало кто. А между прочим, это два человека, которые приехали в Ставку из Петербурга с целью, чтобы Николай Второй отрекся. Значит, есть еще одна фотография. Да. Ну, Гучков здесь еще как-то более-менее похож. Да, вот Николай стоит такой, отвернувшийся. Ну, Шульгин тут вообще на себя не похож. Вкратце, в чем была проблема? Задача была, чтобы Николай Второй отрекся в пользу своего сына и назначив регентом Михаила. Михаил в этот момент, ну вот, откроем, я спит, здесь закладки, одна, что он писал 25 октября 2017 года, а первое, что он писал в тот день, когда его брат сидит в этом вагоне злосчастном. В Мариинском дворце совещался с Родзянкой. Опять-таки, остановись, сейчас спроси, кто такой Родзянка, а это тоже одна из ключевых фигур той эпохи. Некрасовым, Савичем и Дмитриевым. Потом пришли князь, ну, в общем, князя. Когда мы приехали в Петроград, то было сравнительно тихо, в 9 часов. Стрельба по улицам уже кончилась и почти все войска стали революционными. Старая власть больше не существовала, пишет он. Человек, который является, ну, вообще-то, да-да. Ввиду этого образовался Временно-исполнительный комитет, который начал отдавать распоряжение приказания. Это Временный комитет Государственной Думы, из которого потом выросло В состав комитета входили, ну, тут он перечисляет, да. Я поехал дочитов на мойку к военному министру, передал по аппарату Юза, это специальный такой телеграфический аппарат, генералу Алексею Могилеву для передачи некий те меры, которые принять немедленно для успокоения начавшейся революции, а именно отставка всего кабинета затем поручил князю Львову, это будущий глава Временного правительства, выбрать новый кабинет по своему усмотрению. Я прибавил, что ответ должен быть дан теперь же, так как время не терпит каждый час дорог. Ответ был следующий, никаких перемен не делать до моего приезда в личном составе. Все, то есть ситуация подвешенная, не надо ничего делать, земля уходит из-под ног, ничего не надо делать. Я сейчас приеду, а он не приехал в итоге, и в общем он. Ну и отъезд из ставки назначен завтра в полтретьего дня. Увы, после этой неудачной попытки помочь делу я собирался уехать обратно в Гатчину. Ну в общем, видите, он пытался что-то там, он послал телеграмму, все, что он мог сделать. До Гатчина не доехал, он доехал вот до того дома, потому что стреляли, и вот он у княгини Пытятины, они там с Джонсоном рухнули и тут же уснули на диванах. Николай отрекся в итоге из-за своего сына, то есть ему врач сказал, что ваш ребенок ну там 20-21 год и все, и до свидоса, в лучшем случае. И никто не знает, понимаете, на самом деле психосоматика и вообще жизнь так устроена, что тебе говорят, завтра ты сдохнешь, а ты живешь там 100 лет, а другой там бегает такой тра-та-та, бабах, а трак, в три дня сгорел, поэтому мы не знаем и никогда уже не узнаем. Николай отрекается в пользу Михаила. А это плохо чем? Потому что если бы он отрекся в пользу наследника при регенте Михаила, тогда Совет солдатских и рабочих депутатов ну как-то не имел морального права воевать против ребенка. Вообще все эти революционные, да, и никто не хотел нового царя именно. Именно Михаил в качестве регента всех устраивал, потому что задача была дождаться созыва учредительного собрания, то есть парламента, и который должен был решить все. Более того, в российских законах царь не имел, ну не было такого, чтобы царь отрекался еще из-за своего наследника. Такого не было. А Николай это сделал и тем самым он подставил всех. То есть люди, которые посылали Гучкова и Шульгина туда, они на это не рассчитывали. И поэтому, когда они привезли эту новость, все стали думать, что делать. И собрались три человека. Это Павел Милюков, глава партии кадетов. Не знаю, узнаете, нет этих ребят. Это некий Набоков со своим сыном, будущим писателем. Да, один из ведущих деятелей кадетской партии и юрист. И Нольде. Это тоже один юрист. Вот эти три человека, они каким-то образом, натянув сову на глобус, изобразили какую-то бумагу, согласно которой, вот, значит, Николай отрекается и в итоге Михаил назначается новым, получается, императором. И они приходят, это все длится несколько дней, и они приходят, 12 человек, в эту квартиру, и, ну, почти, ну, там было 5 на 7, ну, чтобы вам понять, не было половина. И вот представьте, Михаил Александрович, который у самого у него мозги на бекрень уже, ему половина говорят, ваше императорское величество, вы должны взять власть в свои руки, а вторая половина говорит, ваше императорское величество, никоим образом не берите. Потому что сейчас начнется гражданская война, сейчас польется кровь и так далее. И Михаил такой, как бы, а он, конечно, не хочет, чтобы началась гражданская война, в отличие от кого. Кто это прописывал в своей программе, что после императористической войны пойдет гражданская война? Владимир Ильич Ленин. Да, то есть, это кто, с чего мы начали? Владимир Ильич Ленин был политиком, Михаил Александрович политиком не был. И в итоге, короче, он подписывает бумагу, которая заканчивается следующими словами, что созванное, возможно, кратчайший срок на основе всеобщего прямого, равного и равного голосования, учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. то есть, переводя с этого, он написал, что он от престола не отрекается, но будет он императором, не будет он императором, вообще, в какой будем мы выжить, в республике, в конституционной монархии, в монархии, это решит то самое учредительное собрание, которое соберется. А до тех пор, получается, он вообще не пойми кто. то есть, он подписал эту бумагу, что я предоставляю будущему учредительному собранию право решить, кто я такой. Вуаля. С точки зрения человека разумного, решение может быть правильное. С точки зрения государственного деятеля, это, извините, как бы помягче. Мне в Москве один из экскурсантов и зрителей отличное слово, такое. Так я понимаю, что он был просто пассажир, да? Я говорю, да. Он был просто пассажир. Пассажир в вагоне историческом, который проехал. И он был уверен, и многие были уверены, что это типа все сейчас утихомирит. Хрен там был. Это только еще больше вспламенило страсти. Очень быстро главенствующая роль стал играть Керенский. Именно Керенский отдал приказ об аресте царской семьи, и Михаилу было предписано уехать в Гатчину, где он воссоединился с Натальей. Они там жили какое-то время очень спокойно. Все там, там местный гарнизон, его пас, все изменилось, как вы понимаете, когда? Что пишет Михаил 25 октября 1917 года? Интересно же, да? Буквально, ну, чуть-чуть. До завтрака я начал писать письма мама и великой княгине Ксении, ну, сестре своей, и кончил в 3, 1, 2, то есть в половину 4. Затем Наташа, Просковь, Иванова, Джонсон пошли гулять в нашем саду. После чая не читали слух. Из Петрограда от Алеши и Андреева узнали по телефону, что Керенский утром уехал на станцию Дно, по слухам, как предполагают, за войсками. Зимний дворец занят большевиками, где, по слухам, находятся члены Времен правительства. Совет Российской Республики распущен большевиками Ж. Штаб округа в их руках. На улицах местами стрельба весь Петроградский гарнизон перешел к большевикам. На стороне Временного правительства все училище. После обеда мы поехали в синема. Клятва мести – это фильм. Джонсон ночует у нас. Таня и Марина продолжают у нас оставаться, пока беспокойны в городе. Погода пасмурна, 5 градусов. Вуаля. Сходил в кино. Большевики, в отличие от этих, прости господи, Временного правительства, которые продержались месяц, уже развелся апрельский кризис. Понимаете, критиковать власть – это всегда самая выгодная позиция. Ты всегда на коне. Но как только ты берешь власть своей в руки, особенно в ситуации, когда вокруг кризис и трындец, 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 вдруг выясняется, что теперь главный пи – это ты. И ты можешь как угодно долго пытаться объяснить всем «Ребята, давайте остановимся, подумаем, нет, так не работает». Нужен человек, который перейдет и скажет «Так, фабрики, рабочим, земли, крестьянам, войну, в баню» и все. Понимаете? Не важно, свудется, не свудется, крестьяне нихрена не получили, рабочие, профсоюзы все достались государству, главное – это заявить. Вот это политика. А вот это типа «Давайте как-то посядем, подумаем, да пошел ты в баню, скажет тебе любой матрос». И большевики очень быстро понимают, что вот этот балласт в виде романовых, он вообще не алё. Ну вот что с ним делать? Это просто на теле очаг возгорания. То есть в любой момент эта инфекция разбежится по всему организму. С этим надо что-то делать. Сначала Михаил живет спокойно в Гачине, потом его арестовывают в Петербурге, потом его… в Петрограде, извините. Потом опять он в Гачину уезжает, а потом вдруг выясняется, что его высылают в Пермь. И вот он прибывает в Пермь, вот эта фотография, он дал себе за рог не бриться до тех пор, пока его не освободят. Пермский пленник на обратной стороне карточки, а это его как раз секретарь Джонсон. И там он живет, ну и на самом деле живет тоже в более-менее сносных условиях. Ходит вот в этот Пермский театр, чем, кстати, чем это потом Пермский театр, для нас, для ленинградцев важно? Сюда перее… А? Абсолютно верно. Кировский, он же Мариинский театр, во время войны переехал сюда. То есть эвакуация была существована. Я вот когда был в Перми, я не помню, висит ли там мемориальная доска, по-моему, висит. Мемориальная доска об этом, но тем не менее. Да. Пермякам привет в этом отношении. Он ходил вот в этот театр, да, он живет в гостинице, к нему приезжает Наташа, и он ей говорит, нет, две недели ты живешь, потом уезжаешь. И все, и он ведет жизнь обыкновенную, ходит, ему ЧК сказала отмечаться раз в неделю, и вот он потом каждый день. Он приходит в 11 утра отмечаться каждый день в эту комиссию. Забыл, как он ее назвал очень интересным словом. Это я вам так вкратце рассказываю, вы не представляете, у меня тут столько всяких еще заметок. Продолжаем еженедельно расписываться в Комитете Прелестей. Вот так он называл чрезвычайно комиссию. Зацените Наташу. Наташа поехала в Смольный для того, чтобы решить судьбу Михаила. Приходит Смольный, говорит, где Ленин, никто не понимает, и она идет по коридору и видит, что у какой-то двери стоит человек с винтовкой, и это одна единственная дверь, у которой человек с винтовкой. И она подходит к этой двери, в тот момент, когда человек с винтовкой смотрит в другую сторону, она в наглую просто ломится в эту дверь, заходит, и там Ленин. Ленин пишет и такой, в общем, он ей не очень рад, естественно, но он как-то там понятно, Ленин политик, он съехал с темы, сказал, да-да-да, сейчас Владимир может бреет, что-нибудь придумает. Забегая вперед, могу сказать, что второй раз она точно так же к нему в Кремль попала. Вот это, представляете, вот эта женщина, это же просто, с ней Михаил бы был как за каменной стеной, она бы все бы ему сделала, все бы там четко всех построила, так эти вагоны сюда, эти вагоны туда, но увы. Вот он живет там, пока не случается крайне неприятная история. Вот этого человека, на самом деле, ну здесь у него такая не очень узнаваемое лицо, Гавриил Мясников его зовут, был местный чекист, и он собрал заговор из вот этих бравых парлей, в основном с Матамилихинского завода, они все старые, он их отбирал согласно их стажам, двое из них сидели в свое время при царе за убийство, один из них за убийство казака, ну это сейчас, как сейчас, завалить разгвардию или ОМОН, понимаете, ему просто взбесило, что это гражданин Романов, ходит тут спокойно, понимаете, ходит в театр, приезжает к нему жена, он идет, значит, в церковь на Пасху, что это вообще такое, надо с этим, и причем он прекрасно понимал, что убийство его, как эффект домино, пойдет и всех пристреляет, и вот он собирает этих ребят, и они разрабатывают план, согласно которому в тот момент взбунтовались белочехи, они ехали с одной стороны в другую, это были пленные во время войны, и они ехали, и там, в районе Челябинска они встретились с австрияками, ну и у них там возникла перепалка, и в итоге этих белых чехов стали пытаться усмирить, они похватали оружие и завалили даже большевиков, это так называемый белочешский мятеж, а Челябинска до Перми там как бы, и все, и вот они под эту лавочку, что типа мы сейчас вас перевозим в место, в надежное, приезжают в эту гостиницу, берут Михаила, Джонсон говорит, я пойду с ним, он говорит, ну что делать, езжай, все, сажают в экипажа с лошадьми, увозят в лес, и там расстреливают, забегая вперед, хочу сказать, что потом шла очень большая борьба между теми воспоминателями, кто реально застрелил Михаила, потому что каждый старался себе приписать эту роль, ну не каждый, там три человека претендовали на это. Где это произошло, до сих пор неизвестно, пытались выяснить точно, ну в общем, в каком-то окрестном лесу. Очень интересная судьба у Гавриила Мясникова. В 20-е годы, когда даже среди большевиков началась так называемая левая позиция, потому что, ну как бы, партия, это же демократичная вроде как организация, а там что-то начинаются какие-то недемократичные процессы. Мясников, включая многих других, стал против этого предоставать, уехал в эмиграцию, там издал замечательное произведение под названием «Как его убил Михаила Романова». Да. И жил во Франции до Второй мировой войны, пока его уже наши органы не привезли обратно и в 45-м году расстреляли. Веселая история. Та-да-та-да-там. Пу! Да. Поэтому, ну это не единственный пример, когда история пожирает как бы самих себя. Я тут сделаю скоро экскурсию про товарища по фамилии Кирпичников. Вряд ли вы такую фамилию знаете. А это, между прочим, первый, кто сбунтовался в Вильямском полку в марте 17-го года. А потом, значит, ему много тоже чего не понравилось. Он переметнулся к белым, где его Кутепов и шмальнул. А потом Кутепов и НКВД выкрали. В общем, такая история бесконечная. В общем, да, Михаила с Джонсоном расстреляли. И они долгое время не сообщали, они сказали, что Михаил сбежал. И все доверили. И вот эта Наташа, ее арестовывают на Гороховой. Она с Гороховой бежит, представляете. Потом и Германия, и Англия, они начинают понимать, что все-таки надо как-то иметь дело не с большевиками, а с кем. Ну вот Михаил потенциальный. Где Михаил неизвестно, но неизвестно, где его жена. И в итоге ей начинают способствовать, чтобы она уехала из России, она приезжает в Европу, и там довольно долгое время живет в этом каком-то промежуточном статусе. Но дело в том, что в Германии тоже случается революция. И во Франции она в итоге очутилась. Сначала она претендовала на какие-то там вот в Польше было большое имение у Михаила, и Польша получила независимость, но отворот-поворот. Потом умерла Мария Федоровна, достичь императрица, и она претендовала на наследство, но получила его в итоге в самом конце и то не в той объеме, как то должно было быть. Сын вот этот Георгий стал великим мотогонщиком, как он так думал сам про себя, и погиб в итоге во Франции за рулем. До сих пор неизвестно, сам он погиб или ему помогли добрые люди из наших замечательных органов, они умели это делать. Да это не столь важно на самом деле, факт то, что он погиб. С Наташей и ее первой дочерью у нее как-то не зародились отношения, потому что она сначала вышла замуж не за того, какого ей хотелось. Наталья Брасова естественно жила не по средствам, и очень быстро деньги закончились, и все она распродала. И закончилось это все тем, что уже после Великой Отечественной войны она жила на какой-то мансарде у какой-то госпожи Аненковой в каком-то углу, и эта госпожа Аненкова просто находила величайшее удовлетворение унижать эту бывшую несостоявшуюся можно сказать императрицу, и когда у Наташи нашли рак, она просто выкинула из квартиры, и она умерла в больнице для бедных в Париже. Вот такая веселая в кавычках история, в которой никакой морали нет, в ней есть только одна единственная мысль, с которой она начала. То есть, если ты как бы занимаешься политикой, ты занимаешься политикой, если ты не занимаешься политикой, но ты находишься на том уровне, где ты и должен заниматься, она тебя съест. А если ты сидишь на самом, где мы с вами, и хочешь заниматься политикой, тогда ты должен использовать все те методы, которые используют все в этом случае, быть, не знаю, хотя бы Генри Кисомжером, а иначе извините. Вопросы? Все-таки я на вас вывалил, но я понимаю, история такая, ее надо сначала через себя пропустить и прочее. Потому что, ну и в Москве, мы потом сидели еще отдельно, обсуждали, и мне многие говорили, что, конечно, из всех романов, про кого я рассказывал, но этот такой самый симпатичный, он особо никуда, вот понимаете, как бы могла сложиться у человека судьба, если бы он был менее, ну то есть такой более циничным и более свободным. Он бы взял бы эту Наталью Брасову, уехал бы куда-нибудь во Францию и жил бы там с ней долго и счастливо. Но он, естественно, в Первую мировую войну не мог не вернуться, он, естественно, не хотел кровопролитий был, думал, думал, что. В его немного защиту я хочу прочитать вам буквально напоследок фразу этого самого Шульгина, который присутствовал при писании Николая Второго. Разве мы понимали, разве мы были способны в то время молниеносно оценить положение, предвидеть будущее, принимать решение и выполнить его на свой страх и риск? То есть вот это что? Это боязнь взять ответственность на себя не только за себя, но и за всех окружающих. Вот я к своим уже 48 годам пришел давно к выводу, что самое страшное в нашей жизни на самом деле это ответственность за других. Это самое страшное. Вот почему я уволился со всех работ, где работал руководителем, потому что вот это постоянное чувство ответственности за других, за какие-то проекты, дедлайны и прочее, даже если ты можешь дистанционно этим управлять, тебе не надо там с 10 до 7 сидеть и прочее, все равно это тебя гложет. Ты просыпаешься ночью и думаешь, завтра же презентацию должен сделать этот чел, а он ёпай, короче, надо это проконтролировать, понимаешь, и вот ты в три ночи об этом думаешь. И это вот на таком милипидрическом уровне. А прикиньте, государство, особенно такое, как Россия. Если вопросов нет, друзья мои, чему я рад на самом деле. Друзья мои, в конце по традиции хочу сказать, что у нас идут экскурсии, сейчас их количество будет увеличиваться, с марта их будет уже две в неделю, я начинаю входить в рабочий график. Также напоминаю вам, что вы можете купить книги мои, «Остросоциальный роман Корень», книга про первое время русско-японской войны и путеводитель «Невский с перцем». Это все есть как у меня на сайте, так и после экскурсий. После экскурсий я их подписываю. Ну и есть еще, кому надо вдруг, мерч, там и футболочки, и худи. Опять-таки, прекрасный подарок, если вдруг надо. Тоже все на сайте есть. Информация вот там внизу по ссылкам. Книжки, если кому-то надо, вот есть. Подпишу. Спасибо, что пришли. Все свободны. Спасибо большое. Спасибо. А, друзья мои, друзья мои, финалочка, подождите. Я же пэкшот это называется. Это иллюстрация к тому, как бы они жили. Инстаграмчик, понимаете, вот, песик, лысый. Ну и что? Вот. И вот он, понимаете, вот посмотрите, какие костюмы, да, были купальные. Это, я не знаю, кто это, да, но, это, так сказать. Все бы залайки, вопрос. Все бы залайки. Ну, как все? Конечно, есть люди, которые, там, понимаете, что за пидар? Вот это, да, но это состояние души, но мы говорим про нормальную, конечно, да. Вот. И вот. Ну, вот теперь точно все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому субтитры Алексею Дубровскому